Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. А сегодня я хочу начать такую тему. Подготовила тут очень важную информацию, посоветовалась и с мамой. И я буду подсматривать, естественно, потому что, чтобы ничего не забыть, я сделала себе план, по которому нужно четко вам отдать, дать эту информацию, потому что вас могут обмануть в жизни, причем жестоко. Жестоко могут наши фармацевты вас обмануть для того, чтобы сделать операцию, для того, чтобы удалить лишний раз желчный. Если вы думаете, что он не нужен, вы ошибаетесь. В организме все нужно, все нужно. Итак, как не допустить камни в желчном пузыре? Во-первых, что такое желчный пузырь? Это орган, прилегающий прямо к печени. Он выполняет роль, резервуар для жидкой желчи, потому и называется желчный пузырь. Это жидкая желчь, которая вырабатывается именно печенью. Желчные камни или какие-то другие отложения, песок и прочее, они могут находиться, как в самом желчном пузыре, они могут находиться в печени, они могут находиться и в протоке желчного пузыря. Итак, причем иметь разную, абсолютно разную, от маленького полмиллиметрового, там, до сантиметрового, и двухсантиметрового, и могут раздражать, и вызывать сильную боль. Но когда они только начинаются, вы даже их можете не чувствовать. Вы можете их почувствовать, когда он у вас уже застрял в протоке желчного, ни туда, ни сюда, и бешеный приступ, и так далее. Но уже тогда может быть и поздно, потому что, например, если он застрял, и если он прорвет проток, то желчь выйдет в кровь, и тут же начнется реактивный гепатит. От этого можно, конечно же, умереть раньше времени. И вообще, как не допустить, для меня очень важно передать сейчас своей семье и своей интернет-семье, как не допустить камни в желчном пузыре. Итак, утром, естественно, я вам скажу, что я посоветовалась и со своей мамой, врачом, и просмотрела всю информацию. У меня целая энциклопедия, все почти книги я купила профессора Неумывакина. Это для меня, я вам скажу, главные источники. Потому что кто, как не мама, желает мне добра? Кто, как не мама, мне говорит, доченька, не пей антибиотики. И никогда в детстве она мне не давала антибиотики. Наверное, есть причины. И, кстати, я вам скажу, что именно врачи все-таки дают своим детям настоящие свежие витамины. Итак, утром, проснувшись, вот только вы ото сна проснулись, только вы открыли глазки свои, только вы собрались идти в санузел, тут сразу же возьмите стакан чистой воды, только не из крана, без хлора и ни в коем случае не минеральную, не газированную, я имею в виду. Ни в коем случае. Возьмите стакан чистой родниковой воды. Как очищать воду? Как? У меня есть видео про воду, у меня есть видео шикарное. Я не знаю, если кто найдет, сбросьте. Потому что мне, если я найду, я вам сброшу внизу. Итак, как очищать воду? Но я предпочитаю именно родниковую воду, я привожу воду, я употребляю, девочки, только привозную воду. Я ни в коем случае не употребляю воду из крана, потому что в кране, во-первых, найдены глисты, во-вторых, очень много грязи, очень много бактерий. В-третьих, есть подозрение, что травит именно через водопроводную воду на рот, для того, чтобы он болел всяческими вирусами. И еще есть подозрение, что хлор переборщен, что больше хлора, чем надо. А организму вообще хлор не нужен, не нужно добавлять хлор, потому что самое страшное оружие – это хлор. И благодаря воде, которая из крана идет, прекрасно можно заработать замечательнейшие камни, огромнейшие камни, булыжники. Будьте осторожны. Да вы даже можете сами проверить. Взять родниковую воду, допустим, чтобы скважина была 100 метров или 60 метров, если меньше – не стоит. Чтобы прошла на все слои вот эти вот необходимые. Вкусную, хорошую воду. Мало того, после этого еще нужно подождать, пока отстоится вода. Еще эту воду нужно добывать только в чистейшем месте, экологически чистом. И после этого, когда мы… И можно даже ложечку серебряную положить. Есть специальные ложечки серебряные, которые, естественно, не радированное серебро, а настоящее серебро. И потом уже будет чистенькая водичка, либо кремний. Ну, это уже не столь важно. Важно, чтобы это была родниковая вода без примеси хлора. Вот вы выпили стакан чистейшей воды утром натощак, когда вы только собрались вот идти и умываться. После этого у вас идет процесс. То есть вы там принимаете душ, там или что вы делаете, я не знаю. Все делайте, что вам нужно. Проходит время. Проходит время. А почему мы употребляем, вы скажете, воду? Что происходит в этот момент? А я скажу, что происходит. Желчный после голодной ночи, после голодной ночи, он ждет пищу, завтрак. Он ждет, чтобы что-то пожевать. В этот момент, когда вы пьете воду, она попадает, вода переходит через желудок. Она идет там в проток. И дает как бы сигнал желчному, что что-то попало в желудок. И сейчас у тебя начнется работа. Он начинает сокращаться. И выделяет желчь. Он же ж. И вот желчь выходит. И таким образом, вот он сокращается. И выливает желчь. То есть, она не накапливается в большом количестве. И не образуются камни. И если так делать каждый день, то камни никогда не будут. Это очень важная вещь. Причем не только натощак утром. А чем больше вы пьете натощак воду, тем лучше для вас. Но вы не забывайте, вы выпили утром воду натощак. Через час, через 40 минут, через 20 минут. Дайте 20-30 работу желчную. Пусть он поработает. Пусть он уберет, выкинет часть желчи. Он выкинет ее. Потому что желчь, она со временем становится густой. И из-за этой густоты образуются именно камни. Дальше. Значит, если вы через 20-30 минут выпьете стакан соды, как я обычно делаю. Я беру на кончике чайной ложки, на 200 миллилитров кипятка заливаю. Гасится сода у меня. Опять-таки чистой воды. Я даже добавляю, бывает, и еще лимонный сок, еще добавляю. Натурально. Перемешиваю. У меня так, как типа газировки. На самом деле, не газировка. Я полностью гашу. Полностью. Чтобы она не пшикала, не гуляла, ничего. Все. Просто так, чтобы образовалась водичка. С гашеной содой. И тоже так же выпиваю. Тот же самый процесс. Только еще более сильно чистка происходит. Еще и в кишечнике, и везде, везде, везде. Еще и нормализуется PH в организме. И еще и борется, и выводит эта сода и слизь, и всю грязь, и все, что у нас накопилось за ночь. Прекрасная вещь. Прекрасная. И только через час вы можете кушать. Дайте час. И через час, пожалуйста, кушайте. Итак, встали. Ну, если вы встаете в 6 утра, или в 5 утра, или в 7, не важно. Вот, сразу же выпили водичку. Через, пока там умылись, все 20 минут, выпили соду. И там через час можете кушать. Все. Дальше. А если есть, еще раз говорю вам. А, и днем. Днем тоже. Когда натощак. Выпейте. Ну, допустим, когда. Ну, за час до еды. Выпейте стакан воды. Но ни в коем случае не пейте перед, сразу перед едой и кушать. Во время еды ни в коем случае не пейте воду. И после еды ни в коем случае не пейте воду. Почему нельзя пить воду? Объясняю. У нас образуется соляная кислота, когда мы кушаем. Она перерабатывает пищу. И она полностью сама перерабатывается, уходит. Вот дайте полностью переработаться соляной кислоте. Если мы не дадим ей переработаться, то мы отравляем свой организм. Мы, у нас может появиться рак 12-перстной кишки. У нас может появиться язва желудка дальше с раком. Поэтому ни в коем случае не кушать, не пить, не кушать, запивая водой, не кушать, не пить воду прямо перед едой и сразу после еды. Ни в коем случае. Миф. Такой миф. Кушать надо через каждые 2-3 часа. Чем чаще, тем лучше. Я вам развеиваю этот миф. Если вы хотите, чтобы у вас через каждые 2-3 часа соляная кислота вырабатывалась, то кушайте каждые 2-3 часа. У вас 100% образуются камни. Может быть у вас что-то другое будет, там сахар понижаться и все. Но у вас образуются камни. Это очень опасно, потому что, ну, постоянно будет выброс желчи. Постоянно. Желчь будет накапливаться, если вы кушаете все время. Желчь будет накапливаться. Надо кушать вот минимум 4 часа. 4-5 часов. Ну, я люблю через каждые 5-6 часов. Допустим, утречком немножко перекусили. Потом чуть-чуть. Или вообще не кушаю. Или пью только вот. Или кушаю, но чуть-чуть. Что я кушаю, вы знаете. Допустим, очень люблю такой завтрак. Залить йогуртом домашним. Ну, кефирчиком. Заливаю гречку, переработанную с чем-нибудь. Я уже это делаю на ночь. А утром у меня уже готовая смесь. Я беру гречку. У меня есть где-то видео там, как я это все делаю. Поэтому я повторяться не хочу. Дальше через 6 часов. Допустим, если вы прибавите к 7-6, то вот. Там, где-то в час-два, да, я могу тоже перекусить. И дальше вечерком. Где-то так. Дальше уже все. И хватит. Три раза питания более чем достаточно. Без перекусов. Никаких перекусов. Никаких перекусов. И воду. В течение дня надо пить воду. Обязательно надо пить воду. Иначе никак не получится. Только натощак. Также я могу на ночь, прямо на ночь, выпить соду. Либо кефирчик могу выпить на ночь. Итак, если у вас вырезали желчный пузырь. Желч каждый день капает. Куда она капает? Она накапливается так же. Но она не в желчном накапывается. А она капает. И так она может вам прокапать какую-то язвочку. Знаете, как говорят вода. Как говорит, вода же камень точит. А тут организм. Еще и желчь. И надо употреблять воду так же обязательно. И еще больше, чем тем, у которых не вырезали желчный. Опять, как вы только натощак. Только завтрак на утро. Проснулись, сразу стакан воды выпили. Через 40-30 минут соду. Обязательно. Меня многие спрашивают. А если у меня нет желчного пузыря? Можно ли пить соду? Нужно пить соду. У вас 100% нарушены PH организма. PH ваша среда, кислотно-щелочная вашего организма нарушена. Для того, чтобы ее восстановить, обязательно надо пить соду. Просто я внизу сделаю ссылочку про соду. Посмотрите, как я ее пью. Ну, чтобы не повторяться. Это для тех, кто только-только недавно появился на нашем канале. Дальше, девочки. Также нужно употреблять воду, как я сказала, у кого нет желчного. И создается посыл, опять-таки, как будто пища пришла, да. Капает желчь. Вы выпиваете воду. Она разбавляется. И проблем никаких у вас не будет. Не будет накопления ничего. И не будет никакой язвы. Вы не отравите организм свой, потому что она растворяется. А если просто желчь капает, она и язву может сделать вам. И еще и отравлять постоянно организм. Вот. И когда вы кушаете, то ни в коем случае не запивайте водой. Запишите себе и запомните это. Это обязательно, обязательно. Такой посыл вам. Что еще? Многие спрашивают меня. Как быть, если больная печень? Можно ли мне употреблять соду? Если у вас больная печень, вам также необходимо ее восстанавливать. Вы знаете, что такое печень? Печень – это такой орган, который самовосстанавливающийся. Вот даже если, знаете, мама. Вот есть, был такой случай, что мама отдала часть своей печени ребенку. И, ну, потому что там стволовые клетки, там потому что все подходит от матери к ребенку, да. И у ребенка восстановилась прекрасно полностью печень. Восстановилась просто замечательно. Вот, поэтому я вам скажу, что печень, она восстановится. Но, опять-таки, как? Если вы будете пить и воду, очень много воды, чистой воды, чистой, и не во время питания, и не после сразу питания, и не перед питанием. Запомните это правило. Только натощак. Когда вы скажете можно? Я вам еще раз говорю, как только вы проснулись, выпейте стакан воды. Дальше, например, если вы позавтракали, можно через 2 часа выпить стакан воды. Если вы пообедали, можно через 2 часа выпить. Или за час до еды выпейте стакан воды. Все. И на ночь, на ночь чистую воду нужно пить. Ночью, все, что у вас собирается ночью, если вы выпили стакан чистой воды перед сном, все это, знаете, у вас не будет токсинов. Все-таки водичка, она будет разбавлять вашу кровь, желчь, все. Вот так вот и у вас будет очищаться организм. Чем больше вы пьете чистой воды, смотрите, и соды, соды тоже, не забывайте пить соду. Я пью и утром, и вечером. Если получается днем, на днем работаю, поэтому не получается. Утром и на ночь бывает. Бывает, кроме соды, или не пью соду, пью тогда кефирчик. Очень люблю также вместо завтрака, вместо завтрака выпить стакан сырого молока козьего. Только козьего молока. Особенно, когда козочка дает. Вот скоро, скоро, уже вот-вот, в апреле, в конце марта, начале апреля, наша козочка будет давать молочко. Ну, я имею в виду, у той женщины, у которой я всегда беру. Там у нее целое стадо коз. У меня есть видео, очень много, где я показываю моя летняя резиденция, моя дача. И там мы берем постоянно, там у нее целое стадо коз. И мы берем обязательно молочко. Вот это про печень ответ. Ну и все. Пожалуй, на сегодня все. Будьте здоровы. Теперь вы знаете, как не допустить камни в желчном пузыре. Теперь у вас не грозит вам. У кого нет камней, я поздравляю, у вас их и не будет. У кого есть песок или еще что-то, я расскажу, как выводить. Но это уже будет в другом видео, потому что время, время не позволяет. А я вас всех люблю. Целую. Оставайтесь со мной, у нас много чего интересного. Пока-пока.